Так, девочки, разговариваю с вами сзади. Малышок уселся, дикуся выскочил, кругом чистенько, кругом всё хорошо, кроме как бессонной ночи. А так всё нормально, девчата. Здравствуйте, дорогие друзья, зарубежные гости. Мы сейчас, девочки, каждый город уже зарубеж. Не надо уже брать какие-то бывшие республики или страны. Каждый город, уже мы все зарубежные скоро будем друг к другу. Кошмар, девчата, это да. Девочки, а как хорошо летом. Вчера повываривали, Оля всё повесила, пошла, рабыня моя. Всё повесила, всё. А я сейчас сняла, прикиньте. Кто-то, мол, так жалеет, а меня нет. Бесовестные. Ой, девочки. О, девочки, видите, в чём я одета? У когти, потому что холодно. Но солнышко светит, оно так ещё ничего, а ветер холодный. Так что кругом погода одинаковая. Только в Турции, в Греции, в Африке. Там тепло. А у нас холодно. Девочки, я вас всех поздравляю с днём рождения. Мне кажется, наверное, май самый большой у кого. Ну, с днями рождениями. Ну, я что-то так думаю. Может быть и нет. Ну, у меня только в мае. Вот, 13-го. А, 5-го мая было у тётки. Ну, её нет, Царство Небесное, да? Майская. Вовке, нашему брату. 13-го мая. Мне 24-го мая. Сынулечке моему, 27-го мая. И бывшему мужу, белорусу, 29-го мая. Вот у нас в мае только... А, ну и 2-го мая-то друг у меня был, тот больной, что умер, Сашко. Царство Небесное тоже. В общем, мая у меня очень много. В июне у меня только... А, тётка у меня в июне. И носок или Женя, июньский. Ну, короче, девочки, каждый месяц с 1-го по 31-е, когда 31-е, у кого-то день рождения, правда? По всему белому свету. Девочки, у кого сегодня день рождения? У ваших деток, внуков, у внуков. Всех с днём рождения. Всем здоровья и мира. Мира, 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 как я говорю. Не будет мира и здоровья не будет, девочки. Здоровье уходит, нечего делать. Вот при теперешней обстановке. Можете поверить. Так что зачем желать здоровья, когда его сейчас никогда ни у кого не будет, пока не наступит мир. Только хуже и хуже будет. Кто-то за кого-то переживает. Ну, это в основном и так, правда? Не так за себя переживаешь всю жизнь. Как за кого-то, как за детей. Дети за родителей. И всё, пошло-поехало. Вот так всё, в круг, в круг. Ай, девочки. Сегодня, девочки, семь часов сирена была. Семь часов подряд. Кошмар. Ну, вся ночь. Что потом ты встаёшь кофе делать, а тебя кидает со стороны в сторону. И сил нема. Встаёшь вот так вот. Потому что насидися. То на унитазе сядешь-сидишь. Потому что на табуреточке не выдерживаешь. То на табуреточку в прихожую пойдёшь, сядешь, передохнёшь. И вот это туда-сюда ходишь. Целую ночь, как лунатик. В наушниках на всю громкость что-то находишь. Я говорю, меня сейчас спасает Крис Норман. Я включаю, он мой, я вам уже говорила, как ангел-хранитель мой. Вот я на всю громкость включаю. И вот это я его слушаю. Потому что я его обожаю. И как певца, и как человека, и как мужчину. Он очень симпатичный. И был, и есть. Хоть ему уже 73 года. А когда оно нормальное, оно до 100 лет, как Зильдин. Если оно нормальное, то оно до 100. Сколько Зильдин? 102, сколько? Ну, по-моему, 102 года он прожил. До последнего на сцене танцевал. Так же само и Крис Норман. Я его обожаю. Вот это я его слушаю. Два наушника. И вот это гепа, 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 гепа. Ой, девчата, не дай Господь. Никому не желаю. Никому. Никому. Малыш, я тебе внимательно слушаю. Девочки, сегодня я вот так вышла. Слышите? Вышла, думаю, ну что, куда будет ветер дуть? Туда я подую. Когда дует на всех парах 12-й трамвай в сторону низа туда. Нет, в сторону квартала, а в сторону туда. Думаю, ну раз сюда ветерок подул, значит сажусь, чемчакую туда вниз. Вот, девочки, вы знаете, так удачно пошла, знаете, куда? Мириада. Это у нас Мириада, это внизу на Кирова Варус. Ну, Мириада это сеть магазинов каких-то. Знаете, вот это как, вот, как кругом какие-то вот эти вот генделочки, магазинчики вот эти вот. Ну, вы поняли. Ну, оно двухэтажное, там, я никогда не поднималась на второй этаж, я даже не знаю, что там. Вот это, девочки, Варус там, а кроме Варуса вот эти маленькие разные вот эти вот. Там то, там все. Ну, вы поняли, вы поняли. И я туда, думаю, пойду туда, Варус зайду, и там же рядом я ТБ сразу. Ну, пошла в Варус, я там, кстати, была ровно, наверное, 10 минут за секунду. Зашла и вышла. Девочки, очень все дорого. О, как мы, мне кажется, на базаре дешевле намного. Ужас, как все дорого. Вот я помидоры розовые брала, в АТБ даже, да, по 140. В Варусе они 180. Девочки, прикиньте, то же самое. Клубника. Ну, там на базаре, ну, на улице же выносят, выходят с торговлей вот эти. Ну, вы знаете, кто торгует на улице. Реализаторши, а их хозяева ставят. На улице там и помидоры, и огурцы, и редиска, клубника. Клубника была 100 и 120. По 100 такая миленькая, 120 с миленькой, крупненькая перемешана. Вы поняли? Когда подходите, очки одевайте. И делайте замечание. Я хотела уже брать клубнику, там, в одной, на остановке прямо. Вот. 100 и 120 у нее. Вот. Во-первых, тебе никто не взвешивает килограмм. На 100, если тебе надо, это, полкило, тебе делают там специально минус 200 грамм. А что оно так вытянулось, гляньте, я не пойму. Гляньте. Что это такое? Оль так на прищепке повесила. Девочки, я же была швей-мотористка, слышите, а вы говорите, что я ох-оху. Я же сначала перед заводом работала на швейной фабрике. Это кто не знает. И была, девочки, слышите, и сидела на самой ответственной операции. На мужских рубашках, на карманах. Прикиньте, карман, это лицо рубашки. Воротник не так будет заметен, и манжеты, как карман. Прикиньте, на какой я, какая я умная. Девочки, и слышите, и слышите, никогда ничего не забудешь, когда ты что-то умеешь делать. А потом, девочки, на карманах, а потом, когда нету полочек для рубах, рубашки мужские шили. Девочки, в моих руках были рубашки «Союз Аполлон». Помните, расписанные были зелеными буквами и синими. Вот так вот. «Союз Аполлон», «Союз Аполлон». Помните, девчата? Другого ничего было. По-моему, ничего не было. По-моему, одни мужские рубашки, да? Платья не придумали. Детского ничего не было. Трусов не было. Лификов не было. Штанов тем более. Одни рубашки были. «Союз Аполлон», «Союз Аполлон». Вот девочки грабили как. Я была, я же девочкой, мне 15 лет была, я на фабрику пошла ученицей. Вот. Девочки, зайду в раздевалку, зайду в туалет, бабы на себя, по 10 рубашек одевают и выходили. Я вот так только рты открывала. Девочки, такая дурная была, даже пуговички не принесла. Прикиньте, что пуговичек можно было и ниток, бери сколько хочешь. Обыска не было. Знаете, такого, чтобы снайпер стоял и какие-то вот эти, как наркотики ищут в аэропортах. Не было ничего. Выходи. Вот. Еще ж дурочка была, девочка. Это сейчас бы меня запустили. Я бы вся вышла в пуговичках. И в нитках. Зашла по такая, вышла по такая. Вообще-то нафига не нужны эти пуговички и нитки. Одной катушке ниток, девочки, каждого цвета, на всю жизнь хватит. Еще и останется наследство, пошло-поехало. А сейчас мы вообще ничего не зашиваем, девчата. Я уже забыла, когда иголку держала в руках. А вы? Я думаю, и вы нет. Ни шьете сейчас ничего. А что шить? Оно порвалось и сразу выкидываем. Носим до дырок до таких, что уже шитье оно не подлежит. Девочки, а вот правда, я уже забыла, когда я что-то... Да, я не помню. Ни пуговички нет. А пуговички у нас вообще сейчас нету. Да, ничего, на пуговичках. Правда, девочки? Раньше хоть пуговичку. А что зашивать? Трусы, если порвались, я говорю, на дыр. Выкидывать их надо. Еще пару раз одел с дыркой, а потому что так выкидываю. Ну что, нет, девчата? Да. Вот тряпка порванная. Смотри, где я тут? О. Так что я ее сяду, сейчас буду зашивать? Да сейчас. Вот так и будет пока совсем. Девочка, качество, как морлевка. Вот качество. И руки вытереть. И стол, и что угодно. Ой, варил и он чистый. Слышите? И это. Нищем ничего. И девочки, я же хотела, что вам сказать, рубашки шила. Девочки, смотрите. Вот крой, когда дадут вам. А потом девочки на манжетах сидела. Сами манжеты шила. Не пришивала к рубашкам. А их же там, девочки, там же сосрачивать надо. Хе-хе. И воротники тоже шить надо. Это не то, что, знаете, тебе дали воротник, пришила его, пристрочила к полочкам и к спине. И готово. Нет, воротник сначала надо пошить. Вывернуть его. Потом его проглаживает. А потом только его уже пришивают к рубашке. Девочки. И помню на карманах. О, девочки, столько брака. Знаете, когда приносили? Так быстро шила. Машинки ж какие электрические классные. Тебе ж принесут стопка полочек, куда пришиваются. Я рассказываю, кто не знает. Видите? На какую тему я могу поговорить? Правильно батюшка мой говорил, которого я работала. Говорит, вы всегда рассказываете свою работу. И вы тоже будете, и вы тоже умная будете. И тот, кто вам рассказал за свою работу, будет думать, какая умная. А вы за него думаете, он вам за свою. Потому что вы не понимаете, кто о чем говорит. И вот. Умная аж страшно. Про броню прокопом. Девочки. Куча полочек ты получаешь на день норму. Там дырочки. Где должен быть карманчик. И куча карманчиков тебе, девочки. И когда карманчик покроен вот так. Смотрите. Видите? Вот. Ровно. Вот сейчас взять и выкроить карман. Ты его за секунду пришьешь, девочки. Ты сначала подгибаешь. Вот. А потом вот так. И прострачиваешь, да? Он не тянется никуда. А бывает, покроят. Наискось. Чтобы рисунок был. Видите, тянется уже как. И ты уже дули его ровненько. Девочки. Как это противно. Ты его так, ты ж подтягиваешь. А он уже перек... О, мучилась, де. Ну, потом и на этом руку набила. Так что я карман так. И я всегда, девочки, знаете, всегда на карманы смотрю. И когда продаются рубашки или шведки. Я сразу скажу, что брак. И так же мужиков, когда сидят вот так вот. А я если стою в транспорте, да? Я вот так, если кто, в рубашках, в кого карманы. Я все сразу вижу, где брак. И как могли пропустить это. А где хорошее? О, контролерша. Рубашечная. Потому что грамотная. Грамотно относилась и нормально к работе. Что вот я до сих пор помню, как правильно, а как неправильно. И определю все рубашки, пересмотрю. И скажу, это брак, это брак. Это как могли пропустить такое. А сейчас пропускают. Раньше бы не пропустили. Раньше чуть-чуть ты что-то где-то неправильно ты заложил вот это место. Вот же ты карман, квадрат. Вот. Квадрат кармана. Девочки, видите, какая? И как я вас учу. А вдруг кому пригодится пришить? Вот вам карман. Вот ты, чтобы его пришила. Ты должна, вот он ровно, да? Ты должна его вот тут согнуть вот так вот. Видите? Уже не будет торчать ничего. И ниток не будет. Он же не обметанный вам дается. Вот. Вот так уголок сделали. И потом этот уголок, вот этот ты пристрачиваешь. Вот. Вот. Видите? Чтоб лохматого. А есть же пришитый вот так. И потом вот это лохмотя. Загнуть надо обязательно. И потом вот так. И потом ты строчишь. Дошел досюда, досюда, до конца кармана. Так же самое ты должен делать. Чтоб нигде ниток не было. И чтоб не было растрепок вот этих. Поняли? Шить все карманы. И мне все сдавать работу. Ой, девочки. Так же самое потом проведем. Экзамены сдадим. По сборке кофемолки. Полностью. И как убирать. Да. Я могу, девочки, как и вы все. Но я понимаю, как надо сделать рачки. Чтоб было хорошо. Я это понимаю. Все. Сдала. Задание дала, девочки. Марли никто не вешает. Гордины тоже. Девочки. Вчера я вот тоже. Вы же видели. Я вчера такая была загнанная. С этим паспортом. С этими. Девочки. Коньяк на месте. Ну, я никогда не буду клясться. Чтоб не поверили. Я если сказала, все. Коньяк на месте. Мы с Олей его не пили. Я не могу пить коньяк. И Оля тоже. Она говорит, я не хочу. Я знаю, девочки. Он сегодня мне, девочка, говорит. А я каждый день по столовой ложке пью. А зачем по столовой? Хоть по 150 грамм надо выпить. А что столовой? А это же не знаю. Зачем столовая ложка? Это, наверное, какая-то профилактика какая-то. Или я не знаю. Бог его знает. Я не знаю. Я не спросила у девочки. Вот я сейчас спрашиваю. Да и пить уже. Господи. Ничего страшного. А я коньяк не могу, девчата. И вы знаете, и отравления чтоб не было. Ну, вот не могу даже вот нюхать его. Вот честно. Вот он мне. Ну, не могу. А когда-то Оля еще в ресторане работала. Она же в старом Лоцмане на Победе работала. Сейчас его нет. Там АТБ сейчас. Я не знаю, какой это массив. Я не понимаю. На Победе. Это Оля там. Оля 30 лет прожила на Победе. Она там знает всю Победу. Я не знаю. Вот. И она принесла когда-то. Шабашка эта у нее была. Какие-то. Ну, свадьбы же она обслуживала. Ну, как посуду же мыла. Вот. И делились же девчата. То, что оставалось. А шабашки вот эти. Оля принесла запечатанную. Это были. Это девочки, наверное, где-то был. 95-й год. Вот такое где-то. Она принесла мороженое. У них растаяли холодильники на работе. Поломались. Поломались. Или света не было. Не помню девочки. Что потекли холодильники. И мороженое было. Только начали пробовать мороженое. Сникерсы. Вот эти разные импортные мороженые. Они здоровущие были. И редко они были в магазинах даже. А у них в ресторане, ну, были эти мороженые. И отдали им вот это все растаявшее. У нас что выкидывать. И отдали. Кошеляками они все домой поприносили. Ну, и Оля ж привезла мне кошеляк. У дети маленькие были. Это 95-й год. Мы еще живи с мужем с этим. Вот тут я сейчас сижу. Со вторым. Вот. И это. И вот это мороженое принесла девочке. Бутылка Амаретта. Которая сейчас в магазинах есть. Вот это вот. И мы выпили втроем эту бутылку. Я, Оля, муж мой. И все, по-моему. По-моему, мы втроем выпили ее. По-моему, втроем. Ну, мы с Олей меньше, чем он, муж мой, наливал себе. Хряпал. Вот. Ой, как мне было плохо. Девочки. Я уже думала, уже скорую вызывать и кричать криком в больницу. Или голову хай мне отрубают, чтобы только не мучиться. О-о-о. Я на всю жизнь запомнила это Амаретта. На всю жизнь. Потом мне говорили, что это коктейль понемножку добавлять. А я говорю, это не надо мне даже. Я и сейчас вот гляну в магазинах, если оно стоит. Я сразу так вспоминаю. Я никогда не забуду, как мне было плохо. Ой, как я рыгала. Ой. Ой, я уже у Бога просила смерти. Девочки, так было плохо. Ей-богу. А вот. Ну, а коньяк. От коньяка мне плохо не было. Пила коньяк. Ну, я не могу его пить. Ну, или то, что идет еще самовнушение, да. Что мне вот плохо будет. Вот это после того Амаретта. А до этого я... А девочки, конечно, мы только вино пили. Виной от всех вин мне тоже всегда плохо. Ну, то, когда Токайская еще была, когда на заводе работала, что мы бегали, ну, как день рождения, как какие-то праздники, мы в гастроном бежали, оно 3,50. Ну, то мы покупали на бригаду там, ну, на 6 человек, ну, две бутылки мы брали этого вина. И то по чуть-чуть мы выпивали. И моя кума, Ленка, всегда говорила, Люська, а ну, руки уже свои показывает, ты уже опьянела. Я говорю, конечно. У меня сразу девочки надуваются вены на руках, вот такие. Вот. И сразу так нос чешешь, а его не чувствуешь, знаешь. И так смешно он сразу становится. Мы все такие были тогда. Ну, слабые девчата были мы насчет выпивки. У меня не было такой компании, чтобы мы пили, знаете. У меня такого не было. Нет. Не-а. Все были. Все были. Ну, не, могли выпить и больше кто. Но в основном одинаковые были все. Как-то мы вот раньше девчата вот молодые были. У нас не было такого, чтобы напивались. Нет. Вино и все. Даже шампанское мы не пили. Вот вино вот это, такайское. Или ликер, помню, лимонный я выпила в 16 лет. Первый раз ликер лимонный. И столовое вино дешевое по 80 с чем-то копеек. Вот это мне тоже плохо было. И первый раз выпила в 16 лет. Коктейль сделали на Новый год. Собрались мы, девчонки, без хлопцев. Потом хлопцы в 2 часа ночи пришли. Два человека. Валик. Он сейчас, седая голова, напротив меня живет. Чуть дальше, через несколько домов, но на той стороне, на противоположной от меня, встречаю. Уже прадедушка. Вот. А кто с ним приходил, какой и кто, я даже и не помню. Так хлопчики пришли где-то в 2 часа ночи. А я домой на дверях сказала до свидания и пошла домой. Потому что мне было вот так плохо от этого ликера лимонного. Ой. А я не помню, по чем он был. Чи по 2,90, чи по 3 с чем-то. А вино вот это самое дешевое. По 89 копеек, по-моему, оно столовое было. О. И мы вот это коктейль этого наколотили. Ой, как мне плохо. Кавалеры на пороха я. Я пошла домой. И все, девочки. Вы знаете, в основном всегда меня вот это подкачивало, что мне плохо. В основном. Ну ладно, девчонки. Я так на здоровье, кто может выпить 100 грамм. Так что вы эту столовую ложечку не пейте. Что оно дает? Вот такое вот. Только понюхаешь и только отвращение будет от столовой ложки. Пейте 150 грамм. Я разрешаю. Кому это можно, кому хочется. Ничего в этом плохого нет, я считаю. Он мой дедушка, Петр Борисович. Ну, мамы, ну, не родной. Ну, а он мой дедушка. У меня другого не было. Он водитель был, на хлебной машине работал. Он каждый божий день садился кушать. У него была всегда самогонка. Гнал. Сядет. Две-три рюмахи навернет самогоночки. Тарелку борща с хорошим куском мяса. Картошка. Или в мундерах, или жареная, или жаркое. Каш не было. И в эрмишеле никаких бабушка не делала. И селедка была всегда. И вот это сядет. И литровая железная кружка воды с крана. А раньше что? Раньше только сифон там, да? Так побаловаться заправляли. И вот это он сядет, постелит себе, девочки, вот этот лист бумаги. Как раньше заворачивали колбасу, масло. Лист бумаги. На стол. На колени. Лист бумаги. Кусок. И вот это сядет. Налупился, тяпнул. И здоровый был какой. Девочки, муха. А спать ложился, девочки. У него была такая, знаете, как фетровая шляпа красная. Она как тоненький валенок был. Фетр такой, знаете, такой дебелый, хороший. Гляньте, скотина. Вылетела. Вот. И это. И валенки-бурки были. И летом, и зимой. Вот это он ложился. Одевал эту панамку с фетра красную. Она была до носа вот сюда. Натягивал, что и темень была в глаза. Вот. И валенки эти. Ну, они были чуть-чуть выше косточки. И вот это он ложился. И вот так спал. На спину как ляжет. И храпака как даст на всю катушку. Уникальный человек был, девочки. Продяга был. А смешной был, девочки. Ну, смешно он просто все это преподносил. Знаете, а это все серьезно для него было. А девочки еле удерживаясь, чтобы не заржать. Думаю, сейчас заржешь, как влупит между глаз. Как начнет что-то рассказывать. Царство небесное всем уже. Господи, девочки, как не хватает сейчас, да, всех. Бабушек, дедушек, родителей. Ой, как не хватает. Посадил бы сейчас вот так в ряд, да. И только б кормил, одевал, обувал. И сидел бы возле них, не отошел бы никуда. Ой, пока молодые, они нам начинают мешать. Правда, девочки? Потому что у нас семьи, у нас мы влюбленные, у нас вот эти женихи, невесты. И вот это все. Некогда, некогда. Ну, я, девочки, всех внимания, всем уделяла внимания, всем. Всем. И маме, и папе, и бабушке. И деду тоже. Всех проведывала. Каждый Божий день. Не было того. Я же рядом прожила всю жизнь. Возле них всех. Не было такого, чтоб я не зашла, не пошла. Не было такого и дня. Оля, девочки. Девчонки, что я вам должна сказать? Пирожки вчера. Оля говорит, ты хоть тесто запомнила? Я говорю, ну, как, ну, я просто наколотила тесто. Девочки, таяли во рту. Я сейчас, знаете что, вот у меня кефира осталось, а как раз мне хватит. Девочки, знаете, что я сейчас хочу? Заколотите это тесто, а вы смотрите внимательно его. Я его делала миллион раз. Миллион раз. А знаете что? Сейчас я вам все покажу, родные. О, девочки, сумки. Полсумки, они подъемные. Это я еще и оттуда все забрала. Ну, с коридорчика, не все, а кое-что. Девочки, тряпочка вот эта, что мне девочка выслала. Я еще ничего ими не вытирала. Мне жалко. Девочки, ой. У меня вот баночка вишень есть. Я сейчас их процежу на друшляк. И сделаю с вишнями пирожки. Вот то, сколько есть, но пропадут. Уже им хана будет еще вылить чернокорку без косточек мед. Вот сейчас я сколько получится там десяток пирожков, десяток и пожарю. Ну, а что, пропадут, девочки, я же знаю. Девочки, а вот эти пирожки, вчерашние, девочки, это так вкусно. Мне кажется, с капустой и с мясом тоже неплохо. А и с вишнями неплохо. Только с творогом не люблю, девочки. Нет. Не люблю ни блинчики, ни... А, эти уже все. Услыхали, услыхали кулек. Девочки, вы даже не представляете, какие вкусные пирожки. Даже не представляете. Вообще. Я вчера съела два. Мы с Олей поделились. И сегодня утром два съела, девочки. Грешна. Не оторвился. А вы вчера не ели. Так вкусно. Особенно сейчас капуста настоялась. Мы с Олей вчера с колбаской пирожки поели. Девочки, а вот эти фрикадельки, вот-вот. Ой. Какая только ерунда. Девочки, они как дубовые, как железо. Я не буду жевать. И красиво. Девочки, они как железяка. Никакого ни запаха, ни вкуса, ничего. Мыло и ту вкуснее, если бы кусать кусками. И мягче, оно хоть таяло. А это проволока. Вот такие деньги грибут, девочки. Ну что, молодежь берет. Как будто они дома у мамы ничего не ели. И не понимают, что... Лучше взять кусочек мяса, 300 грамм, перекрути. И сделать эти нежные фрикадельки. А не вот эту дубыну, вот эту взять. Кошмар, девчата. А сами вот эти гнезда, вкуснятина. Я ж чесночок на дно. Кетчупа. Вы же видели? И они же сами по себе вкусные и нежные. Еще и сыра сколько засыпало. Мы с Волей по два раза взяли вот этого. Я вот эти две, две вот эти мартадельки вот эти. Ой, еле колупала вилкой вот так. Ужас. Реклама то, что надо. Блядь, и в ухо. Девочки, взяла, смотрите, что в варусе. В варусе? Не, ватыбе, ватыбе брешу. Верес. Квасоля за вочами. Девочки, сейчас быстро что-то сварю. Ой, как пахнет. Девчата, даже попробую. Вот пахнет вкусным, знаете. Ой, сейчас, девочки. Я вам всю правду рассказываю. Чтоб даром деньги не выбрасывали и голову не морочили. А шо ж тут за овочи? Мне кажется, тут грибы. Бо грибами запахло. Так. Квасоля, морква, вода, цебуля, паста томатная, олея. Соня, ну, это... Все, ну, масло, пацаны. Так. Так, цукор. Силь. Кухонно. Крахмал. Кукурузный. Гауроновый. Гауроновый. Камедь. Камедь. Гауроновый. Не знаю, девочки. Регулятор кислоты. Лимонная кислота. Перец черный. Мелоны. Девочки, ну, пахнет. Ой, как пахнет. Ой, девочки, как пахнет. Вкусненько. А ну-ка. Ват и Б. Варуси, не знаю, может, и варуси есть. Угу. Девочки, мягенько. Вкуснятина. Девочки, очень вкусно. Советую. Кто любит квасольку. Приятный вкус. Вот только килька. Так вот это вот это. Вот эта баночка 77 гривен стоит. Верес. Квасоля с овощами. Квасоля с овощами. Верес. Девочки, взяла, как всегда, борщевая заправка. Я ее люблю. Тут есть буряк. А то я то борщ варила, а девочки там пишут. Люда, мы прозевали, или ты не ложишь буряк? Ложу, вот приправе он есть. Вы поняли? Я когда буряк хочу, когда вот это хочу. Вы поняли? Постоянно что-то. То-то захочется, то-то. То затолкую салом, то не затолкую. Девочки, томатная паста, я ее люблю. В АТБ. Как всегда, сметанка и стончик вот этот. Так, и тут, девочки, фокус-фокус. Девочки, собираюсь я сюда. Думаю, сейчас ключ приготовлю от дома. В карман положу. Сумочку нету ключа. В эту сумочку, в оранжевую, в эту. Думаю, может, вчера уходили, я кинула сюда. Нету. Я и косметичку всю высыпала на кровать. Думаю, может, я никогда его не положу туда, ключ в косметичку. Там у меня чужие ключи лежат, а свои я вот так кидаю. Нема. Думаю, ну, может, в дверях оставила. Вот сейчас закрыла же дверь. На ключ. А ключ оставила в дверях. Чтоб ветром не открывала. До калитки подошла. Еще открываю калитку, уже до дверь смотрю. Ключ не торчит. Калитку открыла, захожу. А ключ лежит на ступеньках. Хорошо, что эти никуда играться не побежали с ним. Наверное, я ложила в сумку и мимо. Да. Только так. А они же бегут за нами, за ноги хватает. Вот это я же, наверное, бесилась и мимо положила. Я как глянула, он лежит. Думаю, слава богу. И на них смотрю, как это у них ума не хватило. Схватить ключи и побегать с ним куда-нибудь туда, в огород. Ну, у Оли ключи есть, у Улки есть. Но все равно с противной. Вот, девочки, как противно, когда ключ потеряешь, да? Девочки, тут такую красоту взяла. Еще у меня девочка, такая годами, как мы, наверное, выбирала. Я говорю, спасибо вам, дорогая. Сейчас я вам прочитаю. Набир для бульона. Набор для бульона с домашней курки. Охолодженный. Вага за килограмм 27,90. Три штуки затянула на 49,22. О! Так что, сейчас я вам покажу. С домашних курок. У Варуси. А в том Варуси на квартале нету такого. Видите, девочки, и АТБ разные. В одном есть товар какой-то, а в другом нету. И так же самое и Варуси. Все, девочки. Сейчас я буду это мыть. Будьте здоровы, родненькие. Будьте здоровы, родненькие.